МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 102 метра смелого замысла, творческого подхода, инноваторских решений. Разряд высший, а звезд в советское время не давали. Но их тут хватало. Это самый любимый этаж Аллы Борисовны, 25-й. Она его целиком заказывала для себя и своей команды. Во время бесчисленных гастролей почти родным домом эти номера и коридоры стали и для Льва Лещенко, Анны Герман, Софии Ротару и Вахтанга Кикабидзе. Высоко оценил высокую гостиницу и Пьер Ришар. Оно и понятно. Визитная карточка. Не только города, страны. Увидеть и полюбить. Этот город, эти горы, эти мгновения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гостиница «Казахстан». Высота – 102 метра. Общая площадь – 45 тысяч квадратных метров. Начало строительства – 1975 год. Окончание строительства – 1977 год. Архитекторы – Юрий Радушный, Лев Ухаботов. Стиль – постмодернизм. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алматы – 70-е. Быстро развивающаяся столица испытывает нехватку мест для проживания туристов и гостей. А те, что есть, уже не отвечают современным требованиям сервиса. Да еще и 60-летие Великой Октябрьской революции приближается. Город Яблок превратился в город заборов. Особое внимание к проспекту Ленина – главная улица Казахстана. Если и строить стратегически важный объект, то только тут. Да не просто большую и вместительную гостиницу, а такую, чтобы на весь Союз известной стала. Она поставлена на очень интересном перекрестке. Это здание Дворца Республики, раньше здание Дворца Ленина. Это лучшие сооружения своего времени всего Советского Союза и одна из лучших в мире. По проекту гостиница должна была завершить композицию градостроительного ансамбля, а улица Ленина окончательно закрепить за собой звание образцово-показательное, сменив другое – учебный узел. Тогда проспект славился количеством учебных заведений. На месте, где решено было строить гостиницу, как раз один из таких располагался. А горный институт – это политехнический в дальнейшем, мы его переименовали. Значит, через дорогу находились общежития и учебный корпус, и ниже вот так по улице Курман-Газы, там были двухэтажки. Двухэтажки были снесены в угоду урбанизации. Инновационные, удивительные и такой необходимые городу. Поручить столь серьезный объект можно было только наиболее авторитетным и специалистам в этой области. Вот один из них – Краснянский Владимир Рафаилович. Открывая альбом, он открывает историю этого места. Начальник строительства комплекса высотной гостиницы. Вот так сложно. На деле под его чутким контролем застучали молотки. Он же поправлял скатерти в день сдачи гостиницы в строй высшему руководству страны. Сотни чертежей в кальке, уникальные расчеты, кипы документов и зарисовки гостиницы. Такой ее видели только специалисты. Это один из документов, которые представлены в фондах архива научно-технической документации. Если посмотреть и обратить внимание на него, то и верх немножко выглядит иначе, нежели сегодня представляете себе эта гостиница. А еще вот такой вариант с нетипичными, но тоже интересными окнами. И такой. Крышу венчают шатры. Все это проекты за номером два. Они так и остались всего лишь вариантами. В некоторых публикациях отмечается, что как-то некоторая помпезность якобы придает вот эта корона данному объекту. Как мы сейчас уже видим, по прошествии времени корона является украшением. И даже больше при тщательном рассмотрении напоминает хлебный колос, символ целинного подвига. Официальные данные. Вертикаль была заложена еще в проекте Дворца Ленина патриархом алматинской архитектуры Николаем Ряпинским. Он умер в 1969 году. Ряпинский даже не дождался, когда дворец Ленина будет пущен в строй. Он умер в 1969 году. Получил посмертную государственную премию СССР за здание дворца. Но его ученики Ратушный, Ухаботов, тогда еще молодые архитекторы и группа там еще других, более молодых и менее знаменитых участников этого проекта, они вот взяли за идею вот эту высотную конструкцию. То есть сразу она определялась как высотная. Высотная – да, но что такая высокая, никто и не подозревал. На фоне пятиэтажек проект в 15 этажей считался фантастикой. Чего уж говорить о 25. И это в зоне повышенной сейсмической опасности. В истории Алматы зафиксировано два разрушительных землетрясения. 1887 год. Оно получило название «Вернинская катастрофа». Город был разрушен почти полностью. Декабрь 1910-го. Так называемое Киминское землетрясение. В городе уцелело всего несколько зданий. В их числе Свято-Вознесенский кафедральный собор. Первое, которое принесли на просмотр, было 15-этажное здание. Ребята, ну не годится. Ташкент 17 этажей уже строят гостиницы, а мы, Алматы, будем 15. Ни в коем случае мы должны быть. Ну, полушутя, а вообще полусерьезно. И они начали, аварийно начали переделывать проект. Догнать и перегнать. За считанные дни карандашный колос подрос на 10 этажей и изящно дополнил тот самый архитектурно-аграрный ансамбль. Говорит главный архитектор проекта Юрий Григорьевич Ратушный. Авторы проекта здесь как бы преодолели психологический барьер, запроектировав здание 25 этажей в нашей зоне с высокой сейсмикой. К строительству привлекли лучшие бригады Советского Союза. Заводы и комбинаты страны в срочном порядке меняли нормативы материалов. Почти все помножив на два. Если арматура, то вдвое толще обычной. Если бетон, то вдвое прочнее. И это касается почти всего, что необходимо для возведения гостиницы. Да и само строительство назвать типичным никак нельзя. Без обычных строительных лесов, используя гидравлические подъемники. Буквально на глазах вырос железобетонный столб, центральное ядро жесткости. Японская технология. Скользящая палубка была применена в основном в советское время. Это элеваторы. Там нет ни перекрытия, ничего. Тянут полностью. Но периметр стен максимум был 170. Это какой-то опыт где-то там, по-моему, где-то под Сочи или еще где-то. А у нас 300 метров, только вот сам вести билет. Решали один вопрос, появлялись новые. Погодные условия, например. Бетонировать в минус. Да еще и учитывая новый метод строительства. И такие внештатные ситуации каждый день не обошлось и без курьезов. То штукатуры сигнальные фонари на короне закрасят, то вообще выяснилось, что все номера в гостинице одним ключом открывались. Грузовые лифты ломались, поднимались пешком. Поэтому за опоздание не ругали. А вот и оперативный центр реагирования. Здесь же на строительной площадке. Почти академический кабинет. На стройплощадку в костюмах ходили. Вот там стояли будки во дворе. И я там комплекс был с цветами, с люстрами. Хотя впервые такой на строительстве обычно в сапогах и так далее. А это был особый комплекс, потому что часто подъезжали руководители республики, министерства и так далее. Особый комплекс на особом контроле, высоком. Пасохин – это главный архитектор Москвы. Небоскреб сыскал славу не только уникального, но и скандального. Нашлось немало сомневающихся в том, что 25-этажное здание уместно строить в зоне 9-бальной сейсмичности. Но главный инженер Талиубай Жунусов был уверен – устоит. И тогда решили провести натурные испытания. Впервые в Советском Союзе. «Я сам буду стоять на крыше», – сказал Талиубай Жунусович. До завершения строительства на верхушке данного здания была установлена специальная аппаратура, которая имитировала землетрясение. Эту самую специальную аппаратуру доставили на вертолете. Испытание началось. И никто не знал, чем оно может закончиться. Все участники эксперимента рассказывают, что было страшно. Сейчас мы станем свидетелями уникального эксперимента. С помощью специального устройства будет имитирована сейсмическая нагрузка силой свыше 8 баллов. Вот оно – искусственное землетрясение. Рукотворное землетрясение силой почти в 9 баллов. В каждом этаже были установлены специальные датчики, которые фиксировали толчки. Учебная тренировка прошла успешно. Есть еще такая легенда – банкет по случаю сдачи гостиницы. 1979 год. Новогодняя ночь. Последний этаж в зале ресторана. Архитекторы, строители и гости. И тут здание закачалось. Уже не по велению техники. Настоящее землетрясение. И факты. Сильные толчки в тот год действительно фиксировались, но в сентябре. И действительно, в тот момент в гостинице был, но только один из архитекторов. Очевидцы говорили об амплитуде колебаний в полтора метра. Ведь здание же начинает колебаться. Чем выше здание, тем больше амплитуда. Так серьезно оно отскочило, что люди повылетали вообще с коек. Но гостиница снова осталась невредима. Разве что штукатурка посыпалась не более. Фантастический замысел и скрупулезный расчет сработали. Вертикальная доминанта лаконичного обриса, так гостиница по документам проходит, действительно прославилась на весь союз. Да еще и в срок успели сдать. Строители уложились в два года и восемь месяцев. А тогда по нормам минимум четыре с половиной года требовалось. Открытие приурочили 60-летию Великой Октябрьской революции. Туристические небоскребы всегда привлекали к себе внимание, а выполненные со вкусом, смыслом и в едином стиле, тем более. Облицовка гостиницы и дворца Ленина – мангустаусский ракушечник. Короны и козырек – анодированные алюминией по золоте. Красные сигнальные огни продиктованы нормами авиации. Неотъемлемый атрибут высотных сооружений. Самая высокая гостиница в мире находится в Саудовской Аравии. Королевская часовая башня имеет высоту 601 метр, а ее вместимость – около 100 тысяч человек. На втором месте башня «Розы» в Объединенных Арабских Эмиратах. 333 метра, 72 этажа. Гостиница в КНДР. Рюген чуть ниже Дубайской башни – 330 метров, но превышает ее количеством этажей – 105. В этом списке Казахстан значительно уступает. Но к таким высотам и не стремились. 102 метра, 25 этажей и скоростные лифты. Скоростные лифты. Тоже тогда в Советском Союзе не так уж много их выпускали. Пообедать в космосе – так назывался ресторан на последнем этаже. Сбегать за гамбургерами в Казахстан. Первый заграничный фастфуд тоже здесь появился. Первые сувениры, кстати, тоже. Да и вообще, остановиться в Казахстане, так и говорили, не у каждого получалось. Места бронировали за месяцы вперед. Многих спортсменов здесь видел, певцу видел. И там образовалось вот этот микромир такой между гостиницей и дворцом. Там были фонтаны, бассейны, какие-то такие переходы. То есть пространство, в принципе, не очень большое. Но архитекторы его сделали многоуровнево. Там мы где-то можем спуститься, где-то растет ива. Потом вышли там елочка, тут еще какое-то дерево. Нашлось в этом мире место и для волунов. Они уже давно не только предмет декора, но и излюбленный фон для фотосъемки. С этими камнями вообще отдельная история. Когда копали котлован, вытащили вот эти вот, побольше этого стола, вот эти эти. И если вы обратили внимание, сначала была идея увезти, уничтожить. Но поднять, и даже кранов не было таких, чтобы поднять. А потом, когда уже почти все готовили к взрыву, то идея вроде ухаботав. Он говорит, что давайте оставим. Так они и остались. Здесь вообще нет ничего лишнего. Все, что есть, имеет свою оригинальную идею. Вот, например, окна. Пчелиные соты напоминают. И выполняют функции климат-контроля. А все потому, что в Алматы в среднем 300 дней в году солнечные. Дело в том, что окна повернуты так, чтобы не раскалялись эти небольшие комнаты. Утром рано солнце не попадает. Потом оно проходит первую половину дня. Оно не такое жаркое. А потом оно как бы уходит, не раскаляет. Вот в этом ракурсе и сделаны вот эти окна соты. Вид отсюда потрясающий. Но быть в гостинице и не увидеть пейзаж сполна – недопустимо. Владимир Рафаилович ведет нас на крышу. Останавливается в пролете. Так соскучился по этим красотам. Это отличает от многих городов. И вот последний рывок. 100 метров над землей. Какая красота все-таки. Я должен сказать, что очень давно не был здесь. Только у нас приставные лифты были. И мы на лифтах поднимались. С этой точки видно, как за последние года изменилась Алма-Ата. Но все так же древние горы в снегах, улицы парки в цветах и плечи в фонтанах вода. С высоты Казахстана хорошо видно. Древние горы в снегах, древние горы в снегах, мудрый ты как Аксакал, юности нашей причал. Между прочим, Валентина Толкунова тоже останавливалась в гостинице «Казахстан». Гостиница «Казахстан» включена в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. Как памятник архитектуры и градостроительства. Казахстан 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 Казахстан